Ароматно и вкусно. Прям символ лета. Шедеврально. Такую характеристику получила яблочное варенье с лепестками роз. Его приготовила Инна Бородина. Вареньевар рассказывает, что этот десерт любил сам Лев Толстой. Инна готовит варенье уже более 12 лет. Ей очень нравится, всегда ищет новые рецепты, сочетания, экспериментирует. Поэтому Инна – постоянный участник гастрономического фестиваля «День варенья». Я прям жду этого праздника, жду этого фестиваля. Сложно, тяжело. В течение года варю. И зимой. Зимой что у нас? Апельсины, мандарины. Всегда варю. Чтобы в неделю у меня не варилось варенье, в течение недели, такого не бывает. То есть варю его постоянно. Из всего, чего есть. День варенья – это один из самых сладких летних гастрономических фестивалей в усадьбе Мураново. Его проводят ежегодно. Здесь собираются вареньевары со всей Московской области и не только. Можно попробовать разное варенье и встретить даже неожиданные сочетания. Например, десерт из арбузных корок с добавлением сбитня. «И погода великолепная, светит солнце. Гости довольны. Только что мне давали статистику, полутора тысячам мы подбираемся только лишь по билетам. Поэтому думаю, что перепрыгнем цифру в две тысячи сегодня». Гости фестиваля могли познакомиться с разным вареньем, попробовать его и при желании приобрести. На ярмарке вареньевары представили свою продукцию. Например, есть простой и вкусный десерт из жимолости. Его готовить легко – всего пять минут. Такое варенье привезла жительница нашего округа. «Дома мы выращиваем 200 кустов этой ягоды. Здесь она представлена как варенье пятиминутка, сахар один к одному, очень полезная, кроветворная для сердца, для зрения, ну и для желудочно-чащественного тракта». Представлены на фестивале и крупные производители. Или это, например, компания из Псковской области, которая производит натуральные продукты питания. Все они изготовлены по старинным русским рецептам из экологически чистых продуктов. На рынке более 15 лет. Предприятие – давний друг музея, поэтому всегда приезжает на фестиваль. «Сегодня, на день варенья, мы привезли много продуктов. Это томленые ягоды. Это уникальная вещь. Томленые ягоды без сахара, со сбитнем. Вот их можно диабетикам, кто за уровнем сахара следит. И конфитюры. Конфитюры – это классические конфитюры с сахаром. Большая линейка, можно попробовать все. Вот и натуральные ягоды. Приятные вкусы». Программа фестиваля включала в себя более 10 мастер-классов. Можно было найти занятия себе по душе, научиться чему-то новому или просто сделать на память о празднике поделку. Из нового в этом году – литературная поляна. Здесь проходили увлекательные творческие встречи с писателями и лекции. Например, рассказывали историю старообрядчества. Еще работала книжная ярмарка. Разные мастера представили свое творчество. Можно было приобрести товары ручной работы. Экскурсии, анимация для детей, спектакли, крокет, угощения – все это было на фестивале, который длился один день. Евгения Коломийц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.